Здравствуйте! Спасибо за встречу, автоколонны из Якутии. И расскажите, пожалуйста, как ваш регион поучаствовал в автопробеге? Ну, наш регион поучаствовал двумя городами. Ну, не знаю, уникально это не уникально, но мы двумя городами встречали так называемые в кавычках южной столицы Кузбасса, это город Новокузнецк, и столицы Кузбасса Кемера. Участники увидели не только развитую сеть заправочной инфраструктуры, но также и промышленный потенциал Кузбасса. Ребята заезжали на горные работы, разрезы, и наблюдали там наши автосамосвалы, которые переоборудованы на применение газомоторного топлива. Также в Кемера участники высоко оценили новую метановую станцию, которую признали лучшей за Уралом по формату обычных АЗС. Там есть и кафе, там есть и перекусить место, и отдохнуть водителям во время заправки. Восьмипостовая широкоформатная заправочная станция. Губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев на сегодняшний момент дал распоряжение о строительстве всех новых водимых автозаправочных станций именно в таком формате. Леонид Владимирович, мы вот сейчас с регионами общаемся и узнаем, как обстановка именно с газомоторным топливом в каждом регионе. Как у вас вообще с транспортом на газе сегодня ситуация? Если с инфраструктурой есть какие-то проблемы, и если есть, то как они решаются? Мария, на сегодня в регионе у нас имеется 9 заправочных метановых станций, из них 5 в Новокузнецке, 3 в городе Кемерово и 1 в Юрге. Сдерживающим фактором мы считаем здесь, по крайней мере у нас в Кузбассе, это отсутствие сетевого газа в муниципалитетах. Мы на сегодняшний день выстраиваем политику таким образом, мы все станции выстраиваем именно туда, куда у нас приходит сетевой газ. Хотя Кузбасс является в Сибирском федеральном округе крупнейшим потребителем газа, но, к сожалению, это все крупные наши заводы и муниципалитеты не газифицированы по большей части. У нас в планах еще дополнительно есть строительство автозаправочной станции в городе Топки, это конечная точка наших автостанций. И дальше мы будем расширять вот в этих локациях, где уже имеется сетевой газ. Здесь непосредственно работа должна вестись ПАО «Газпром». Мы, правительство Кузбасса, активно работаем в этом направлении, пытаемся включить в инвест-программу «Газпрома» новые муниципальные образования, где действительно люди на сегодняшний день уже начинают требовать, я бы вот так сказал, газа. Потому что все видят преимущество газового топлива по сравнению с традиционными видами топлива. Вот единственная проблема такая на сегодняшний день. Мы в любом случае не останавливаемся, будем развивать существенное направление, увеличивать количество огня. Сейчас в разных регионах впечатляющие льготы для тех водителей, которые решили перейти на метан. Как у вас с этим и выгодно ли сегодня водителям переходить именно на газомоторное топливо? На сегодняшний день в Кузбассе действуют льготы в части освобождения от транспортного налога для пассажирского транспорта. Одновременно, в промышленности мы активно рассматриваем лучшие практики. Действующие льготы на освобождение от транспортного налога, пассажирских перевозок. Вместе с тем, выгода от перехода на газовое топливо, она очевидна. Тут одно дело – это экономия, потому что топливо действительно в два раза дешевле дизельного на сегодняшний день по цене. А второй, самый важный факт и особое внимание конкретно этому критерию уделяет наш губернатор – это экологичность топлива. Потому что это снижение выбросов, это качество жизни улучшается. Потому что города, может быть, у нас и небольшие, там по 500-600 тысяч наших основных городов. Но загазованность при этом очень большая. И мы здесь видим именно перспективу снижения выбросов и улучшения экологической ситуации у города. Простые жители не опасаются газа? Вот, например, у нас в Якутии сейчас среди населения есть вот такие страхи, что газ взрывоопасен. И водители, которые, по крайней мере, общественный транспорт, понятно, там уже перевозчики, как правило, они очень аккуратны. А вот обычные водители, они опасаются, например, свой транспорт переводить на газ. Как у вас отношение водителей именно к газу, газомоторному топливу? Есть ли такие страхи? Ну, Мария, вот я из личного опыта, ну, я всегда стараюсь личный опыт учитывать во всех вопросах. Я в свое время жил в городе Омске, вот, и это, наверное, один из первых городов, там есть Сибирская автомобильная дорожная академия такая, где и начинались там применения, первые разработки, первая сертификация газобаллонной аппаратуры. Вот, и назовем так, первое поколение аппаратуры, оно действительно, там были моменты, там, с воспламенениями, ну, взрывов я не помню за свою бытность, но возгорания какие-то определенные были, но это где-то, может быть, это действительно человеческий фактор был. На сегодняшний день это уже пятое поколение, и сама аппаратура, она абсолютно безопасна, и нету никакой разницы, это и с участниками пробега мы общались с ребятами. Действительно, разница на сегодняшний день уже, вот, просто обыватель, просто водитель, да, он не замечает. Поэтому все те, кто пользуется газом, и у нас тоже в семье, у родственников есть автомобили на газу, там опасений, ну, действительно, никаких нет, потому что уже сознание прогресс, и оно немножко поменялось, и люди уже как-то спокойно относятся к этому всему. Хотя я, говорю, когда я первый раз с газом столкнулся, переехал в Омск, ну, в Кузбассе как бы газа, грубо говоря, не было для населения, то всегда были какие-то опасения, он же взорваться должен. Нет, это уже все поменялось, ушло в прошлое, и можно говорить о том, что каких-то особых опасений по поводу перевода на газ, тем более это экономика, это экологичность, ну, нет. Ну, вы уже сказали о том, что газ очень-очень экономичен, и я так понимаю, что есть такая цель у вас в Кузбассе переводить весь общественный транспорт на газомоторное топливо. Да, Мария, у нас план такой есть, задача стоит, задача поставлена губернатором, это несколько разбито, наверное, на два этапа получается. Первое – заменить, заместить дизельное топливо 100% газа, это пассажирские перевозки. Вот у нас сейчас на сегодняшний момент 3000 единиц пассажирского транспорта в Кузбассе, из них уже 743 переведено. В течение 2021 года первой половине доведем это количество до 839 единиц. И дано четкое указание губернаторам, все муниципалитеты, в которых присутствует сеть АГНКС, закупка нового общественного транспорта, у нас целая программа сейчас выстроена по замене пассажирского транспорта, туда техника будет приобретаться только метановая. А второй этап, дальнейший этап, это в части экологии, перевод уже газового полностью, 100% газового транспорта на электротранспорт. Но это в перспективах, это чуть подальше. Сейчас у нас задача именно довести до максимального количества. Под максимальным мы понимаем здесь именно ту проблему отсутствия сетевой газификации по большей части муниципалитетов, но мы будем решать этот вопрос. Продолжение следует... Еще вы упомянули о строительстве газовых заправок. Вот наши ребята в автопробеге отметили, что, к сожалению, не все заправки сегодня, скажем так, есть там возможность перекусить, то есть нет сервиса на заправках. У вас есть какие-то требования, когда они как раз будут строиться к данным заправкам, чтобы там было все, как говорится, для удобства? Ну, да, Мария, к сожалению, но с участниками пробега, опять же, общаясь, у нас на всем протяжении пробега широкоформатных, так назовем их, заправок, к которым привык автовладелец, как обычная автозаправочная станция, где есть небольшое кафе, где есть какие-то нужды свои исправить, таких автозаправочных станций нет, потому что, ну, газ, ну, так сложилось, наверное, ну, мы сложилось, что вот заехал, заправил, все, уехал, тебе ничего не надо, ты на газу. Ну, нет, неправильно. У нас в 20-м году мы открыли полноформатную заправочную станцию, где есть кафе, где есть санузел, извиняюсь, где есть место отдохнуть в ожидании заправки, так как в любом случае объемы большие по заправке на тех же автобусах, и заправка, ну, на нашей новой заправочной станции составляет от 6 до 7, 10 максимум минут, это увеличенный грузоподъемность, скажем так, автобус. Вот, людям это время где-то нужно скоротать, приобрести какие-то материалы, салфетки, я не знаю, там, печеньки в дорогу, грубо говоря, попить кофе, у нас все это сделано. И сейчас, сейчас все, которые новые, проектируются автозаправочные станции, а по задаче губернатора мы ориентируемся на первый квартал к нашим уже девяти имеющимся, еще построить три АГНКС в городах Кемерово-Новокузнецкой топки, и они уже будут все соответствовать вот этому, ну, назовем его новому, наверное, формату, новому тренду в строительстве АГНКС, где будет автолюбителю, владельцу автомобиля представлен весь спектр услуг, которые доступны на обычных традиционных автозаправочных станциях. Да, у нас есть такой формат. Леонид Владимирович, спасибо большое, что уделили нам время и ответили на наши вопросы. Спасибо вам, Мария. На этом наше интервью подошло к концу. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok